Продолжение следует... 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 Многие разъезжаются из страны, тысячи и сотни тысяч людей. Как все к этому дошло? Венезуэла была одной из богатейших стран Южной Америки, и даже она пережила Бразилию и Аргентину. Она является вторым по величине нефтяным резервом, резервуаром в мире. И теперь пришло все к какой-то гуманитарной катастрофе. Как это может быть? Давайте вернемся к истории вопроса. Венезуэла и США традиционно поддерживали очень хорошие отношения. Поддержим. До 1999 года, когда Юго Чавес был избран президентом. Он национализировал нефтяную промышленность. И международные компании и компании США, такие как Мобил, Эксон и другие были удалены из страны. Это привело к, по сути, развалу отношений и падению отношений между США и Венезуэлой. США наложили санкции с того времени на Венезуэлой. До сих пор мы можем видеть остатки того процветания в Венезуэлле со временем, когда цены на нефть были высоки. В Венезуэлле, в том числе, от Чавеса, они вернули к педям. Они убили от народных, они вернули к педям, они вернули к педям, они национализировали землю. В Венезуэле происходило развитие от медных слоев бесплатной медицины и даже бесплатной раздачи продовольствия. Но в 2014 году Пуга Чавес умер. Но дело в том, что кризис начинался еще ранее, потому что опускались цены на нефть. И страна уже в период правления Мадуро не могла поддерживать в хорошем рабочем состоянии нефтяное производство. Поэтому, хотя и есть вторые по величине запасы нефти в мире, это одна из худших стран в мире, которая хорошо может добывать эту самую нефть. Итак, цены на нефть стали падать. Мадуро должен был, он уже дальше не смог раздавать бесплатное питание, бесплатное продовольствие и очень многие социальные программы также подвергли потери. И в этот как раз момент США еще больше усилили санкции на Венезуэлу. Они наложили запрет на покупку нефти из Венезуэлы на все страны, которые, как бы сказать, являлись друзьями США, что ли. Вот все друзья США, всем было запрещено покупать нефть в Венезуэлу. Таким образом, США создали вот этот гуманитарный кризис. И США сейчас, это с тем пор, как я был еще ребенок. Слова «коммунизм» и «социализм» в США это плохие слова. Если вы политик и вас кто-то называет социалистом, и медиа, средства по своей информации это распространяется, и там происходит вот такое понимание, то политическая карьера такого человека закончена. Итак, США сейчас обвиняют социализм в той катастрофе, которая происходит в Венезуэле. Как они сейчас и проблемы Боливии также ищут причиной этому тоже социалистическую политику. Когда, на самом деле, единственная причина, почему это произошло, из-за того, что они смогли получить ежедневно, здравоохранение, какие-то вещи, которые государство им дает. В период, когда медицинское руководство могло раздавать бесплатное продовольствие, медицинскую помощь предоставлять и так далее. Вот это, как сказать, служило жизненным потребностям людей. So, Венезуэла is just, like, one country in the whole academy of United States diplomatic relations. The economy. Венезуэла is just one example of how the U.S. Венезуэла – это один только, один из таких горьких примеров, как США выстраивают свои дипломатические отношения путем давления, путем санкций и так далее. Мы слышали, вот сейчас мы говорили о том, что в мире происходит акция, в мире происходят протесты против войны в Иране. То же самое США делают с Ираном. Санкции. Хотя Иран производит много нефти, чтобы развивать экономику. И сейчас, по данным ООН, с 2002 года Голодных в Иране насчитывается больше миллиона из-за санкций. Люди голодающие. Небольшой исторический экскурс в то, что такое внешняя политика США. Два таких направления политики, которые ведут США в отношении Центральной Америки и Южной Америки. Первая – это доктрина Монро. Она говорит, что европейские колониальные страны должны уйти. Их не допускать в Центральную и Южную Америку. И Теодор Рузвельт в 1904 году, это предок того, второго Рузвельта. Он сказал так, что нам нужно вообще Центральную и Южную Америку взять под свое, как бы сказать, полицейское наблюдение. И с тех пор началось почти столетие такой колонизаторской политики США по отношению к Центральной и Южной Америке. Итак, в 1999 году я был в Дубае на чемпионате мира по джиу-джитсу. Я победил на этом чемпионате, и я возвращался домой очень счастливым. И когда я прилетел к себе назад в город Сиэтл, там происходили протесты против Всемирной торговой организации. ВТО. Я не знаю, почему это происходит, почему обычно на манифестации на улице. Я был рад, что я победил на чемпионате и тому подобное. Я был рад, что я победил в чемпионате и тому подобное. Но на дороге домой, от аэропорта, это было около 8 часов, чтобы домой не было, потому что мы не могли бы домой делать все люди и людей. Эта дорога от аэропорта до дома заняла 8 часов, потому что все улицы были перекрыты массой манифестантов. И вместо того, чтобы находиться все это время в машине, я выходил из машины и начинал разговор. А что тут происходит? А почему, собственно, сегодня собрались? В этот именно день, я стал политически заинтересованным человеком. И меня стал интересовать политикой. Сперва я, конечно, злился, что я не могу доехать домой. А потом я стал злиться на счет того, что происходит в Центральной Америке. Я покажу небольшой обзор, как это произошло, как это США могут контролировать столько стран в Центральной и Южной Америке. Украина. 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 Ты. Р厌. Украина. К בин yerц. А то при администрации Обамы три года назад был подписан Североамериканский договор о свободной торговле, который там пришел в США, Канаду, Мексику. Что, о чем эти договоры? Они сделаны США таким образом, чтобы взять под свой контроль эти страны. Это несправедливые договоры. Они ставят вне закона профсоюзы. И дают возможности торговым компаниям в США монополизировать экономики этих стран. Например, в Гуатемале. Это страна производитель агропродукции. Бананы, манго и так далее. Итак, вот в этих договорах США и особенно компания-поставщики агропродукции фруктов они сделали так, что теперь из США фрукты едут в эти страны, которые им не нужны. Они и так сами производят фрукты. Нету никаких преград, как бы сказать, навязать продукцию США в этих бедных странах и таким образом уничтожить местную промышленность, местное производство. Итак, компании в США продают свою продукцию по более дешевой цене, чем производители местные. Итак, когда Гуатемала пытается продать фрукты в США, тогда есть тариф, тогда есть таможенный барьер, если Гуатемала свои фрукты завозит в США. Итак, когда они приходят на рынок США, они по более дорогим завышенным ценам. А когда наоборот, какая-либо продукция США туда, в эту Гуатемалу поставляется, тогда нет тарифа никакого таможенного. И они получаются дешевле, чем гуатемальская продукция. И поэтому, конечно же, никто не будет гуатемальскую продукцию покупать. Покупают продукцию в США. Вот таким вот образом, вот такая страна, как Гуатемала, например, Никарагуа и так далее, они рушатся, экономика рушится просто. Потому что их экономики базируются на агропродукции. Итак, у них теперь негативный торговый баланс. Итак, почему страна подписывает соглашение, которое, очевидно, так невыгодно? Потому что США во время Холодной войны использовала свои военные силы. Они насаждали там диктаторские режимы и президентов, который проводил политику только под диктовку американских, как бы сказать, властей. Теперь, после Холодной войны, США уже не надо даже посылать свои войска в эти страны. Они организовывают там перевороты. Вот то, что происходит в Боливии, и то, что пытаются сделать в Венесуэле. Они создают такую нестабильную ситуацию в стране, ну, в какой-то отдельной взятой. И ЦРУ организовывает оплату вот этим, значит, организаторам протестов, так называемым. И поскольку людям нужны деньги, то за небольшие деньги они готовы, так сказать, идти на эти дела. Даже небольшие деньги могут сделать переворот. И новый уже вождь, который приходит в эту страну, всегда потом поддерживает США. Потому что если он хочет оставаться у власти, он это знает прекрасно. Ему нужно идти, так сказать, в русле политики США, американских, там, ну, партнеров своих, там, хозяев. Таким образом, этим странам навязывается зависимость от США. Они обязаны покупать продукцию в США после этого уже. И их руководство должно выполнять указания руководства из США. И следующий шаг, они начинают продавать самые доходные отрасли экономики, например, там, авиакомпании и так далее. Или больницы, или дороги. Все это начинает, как бы сказать, это все начинают строить американские компании. И таким образом страна погружается все больше в долг, в долговую зависимость от США. Не только лидеры страны, не только президенты, выполняют указания США. Но люди, все население становится должником. Это было оценено, что в Боливии, в тот момент, когда уезжал Иво Моралес, 40% страны принадлежало иностранным компаниям по добыче природных ресурсов. Итак, если вы коренной житель Боливии, 40% этой страны было недоступного вам, потому что вы не могли даже зайти на эти территории, потому что это считалось уже все частной собственность каких-то зарубежных компаний. Итак, вот такая политика проходила в Центральной и Южной Америке более 100 лет уже. И теперь мы видим то же самое в Ираке, в Афганистане, США приводят тех вождей, которые им желательно. И, конечно, Украина, и вот сейчас следующий на очереди Иран. Итак, что делать? Конечно, война не есть ответ на политические, как бы сказать, запросы и вот на вот эту всю ситуацию. Видите ли, наши усилия выглядят очень незначительными, если мы смотрим на картину этой катастрофы, это вот развертывающаяся катастрофа. Но это очень важно. Мы должны доносить свой голос до широких масс. Чтобы люди понимали, что на самом деле происходит. Когда люди говорят там демократия и так далее, свобода, это может быть перевернуто американским, как бы сказать, влиянием совсем в другую сторону. Нам нужно понять, что вот нам нужно как людям иметь вот власть, чтобы противостоять вот этим международным транснациональным корпорациям и тем правительствам, которые находятся в их услужениях. Но вообще-то правда в том, что у нас есть власть только в аспекте солидарности и единства. Если вот простые люди объединятся, перестанут водить такси, работать в... в предприятиях и так далее, и выйдут на всеобщую забастовку, то это может повредить на ситуацию. Вот такая вот забастовочная борьба. Это возможно, так сказать, вот в этом и есть сила такого объединения людей. Потому что наш труд, труд людей, это создает богатство мира. Но это никогда не произойдет без нашего объединения. Если две тысячи человек не пойдут на работу, никто этого не заметит. А если два миллиарда людей не пойдут на работу, всеобщая забастовка, вот тогда произойдет перемен. Тогда мы сможем создать перемену. Но в первую очередь агитация и пропаганда, друзья. Сперва понять, что происходит. И самое главное понять и поверить, что у нас также есть сила и власть. Нашего объединения, нашей солидарности. Это нелегко. Это нелегко. Может быть, есть вопросы, друзья. Аплодисменты. Желательно... Желательно... Вопросы, как бы сказать, не согранировать. Ну, где-то четыре вопроса у нас будут. Аплодисменты. Да, пожалуйста. Ну, кто у нас первый? Ну, не знаю. Ну, давайте с вами. Светлана, пожалуйста. А затем вы. Да. А вот то, что в Америке, о этой демократии. Кто будет... Если в Америке кто-либо вот начинает поднимать вопрос о так называемой демократии, но той, которая им, правительство, не нравится. Допустим, вот как в Украине, да, людям приходится уезжать даже из страны и в рот просто затыкают. А в Америке так же? Или все-таки действует демократия? Или все-таки действует демократия? Они любят, когда люди, особенно в работе класса, борются. И теперь в Америке они подняли такой конфликт вокруг расизма, белые против черных. И этот конфликт они будут поддерживать. Почему? Потому что люди, таким образом направлены друг против друга, но не против истинных оппонентов, врагов. Они не будут касаться настоящей проблемы, будут только вот такое проделывать. В США есть много свобод. Я могу молиться любому Богу, я могу сказать, я люблю Дональда Трампа, я ненавижу Дональда Трампа. Это вообще ничего не значит. Ничему это не приведет. Но если я начну настоящие основы системы задевать, например, если я начну активоенные действия, а война дает большие доходы банкам, или я могу выйти против несправедливых экономических моментов, вы тогда увидите, что ваша свобода сразу уйдет, если вы такое попытаетесь. Когда я вышел с протестом против войны в Ираке в 2003 году, абсолютно ненасильственный протест, так сказать, вы что вы сказали свое мнение? Меня посадили в тюрьму на три месяца. Что вы думаете? И штраф сняли 24 000 долларов на минутку, чтобы не пикнул, чтобы не вятал. Вот это вот. Это не демократия. Это не демократия. Почему не? 24 000 долларов для анти-бор протеста. Почему не? Это, по-моему, бизнес. Большое деньги для Александровича. Ну, еще есть вопросы. А, вот товарищ Александр, да? А потом приглашается, наверное, все-таки Валерий, а затем Алексей. Джефф, я слушал ваши выступления не первый раз. Джефф, я слышал ваши выступления не первый раз. Они очень интересные и не самоземные. Они очень интересные и не самоземные. Но сегодня у меня возник вопрос. В духе нашей русской поговорки. Как русские говорят, русские говорят, «Кто, кто платит, будет купить музыку». Это значит, что, что будешь любить, если вы платите, то есть эта музыка. Дело в том, что вы сказали на примере, начали с Венесуэлы, по поводу того, что там американцы имеют свои интересы. Но, собственно, свои интересы в 20 веке имеют все великие держаты. И, соответственно, те деньги, которые вкладывают великие державы, в эти интересы, они как бы хотят их отдачи. И вот я просто, чтобы не тратить время, назову просто страны. Афганистан, Чили, Иранский шаг, Вся Латинская Америка, Ангола, половина Африканских стран, половина Африканских стран, половина Африканских стран, это все холодная война, где воевали две державы. И имели свои интересы. Вы приведите пример Чавеса, которого хотели свергнуть. Но давайте в истории смотреть лучшее. Чавес приходит к власти, будучи военным, на службе, и совершает в 90-м году государственный переворот два раза. В феврале и августе. За что садится в тюрьму на два года. Можем себе представить, что было бы в США с человеком, который в военной форме совершает государственный переворот. Может быть это возвращение чего-то. Знаете, бумеранг есть такое слово. В чем ваше удивление, я не понимаю. Что мы думаем о том? Я не согласен с не-демократиками. Чавес пытался получить силу, в 1992 году. Они встали его в тюрьму, и встали его в тюрьму. И, в конце концов, мы встали в силу, 7 лет назад. У Чавеса, может, и была попытка провести переворот в 92-м году. Его поймали, посадили, и потом он пришел все-таки к власти путем выборов спустя 7 лет. А также была попытка переворота в 2002 году, когда его сместили. И непонятно было несколько недель, кто там будет у них главный, и кто будет президент. И это, ну, понятно так. Проблема в том, что мы даем людям во всех странах. И это, ну, понятно так. Ага. Вот, например, путем выборов, вы даете каким-то, значит, политическим силам, или же персонажам, власть над вами, так сказать. Вы даете им разрешение властвовать. Пожалуйста. Вы даете им разрешение чтобы принимать решение вместо вас. для вас. So, если вы живете где-то по соседству с вашими соседями, какими-то... вы знаете этого соседа, он, так сказать, хороший человек. Разрешали бы вы, например, вашему, так сказать, просто соседу какому-то принимать жизненно важные решения за вас. Например, какой порыск вам работы, куда дети в школу пойдут учиться и так далее. Какое количество налогов вы там поплачивать будете и так далее. Можете ли вы ехать, путешествовать в разные страны и так далее. Конечно, вы, кому попало такой власти, и дадите. Почему в этой системе нынешней политических выборов мы отдаем вас какому-то незнакомому человеку? Мы никогда не встретились с ним лично и никогда не встретимся, скорее всего. Только видели по телевидению. Мы понимаем, что больше всего он говорит неправда. Почему вот эта система выборов таким образом отдаёт власть кому-то, кто от нас, в общем-то, далёк, чтобы принимать решения за нас? You know, people, like my wife, for example. She said, I hate politics, I don't want to talk to my mother. Она говорит, вот я политику не люблю даже не вспоминать. Не разговариваю, не хочу политику слушать, не хочу. Но, друзья, каждый аспект нашей жизни подвержен влиянию политики. Are you able to go to a doctor? Can you afford a doctor? А можете ли вы пойти на лечение к врачу? А можете ли вы заплатить за этого врача? Your children's education. Образование детей. How healthy the food is actually. Здоровая еда. Или она не здоровая. Where you can travel. How you can travel. How much pension money you get. Какая пенсионная оплата будет? Какая размер пенсии? Все это решается в политической сфере. Итак. Мой вопрос. Кого-то приводить к этим решениям. Кого-то из тех, кого я не знаю. Вот это вопрос. Ну, дальше, наверное, продолжим. Вот, Валерий. Я хочу поддержать нашего уважаемого гостя. Я хочу поддержать нашего уважаемого гостя. И, как у нас, гостя сказал, вроде бы фантастический рецепт, но он не настолько фантастический. О том, что если два миллиарда прекратят работать, то перемены произойдут. В истории человечества. В истории человечества. В истории человечества. Есть такие прецеденты. Есть такие прецеденты. Мы можем вспомнить. Как Индия добилась национальности. В истории человечества. Это теория Ганди. О ненасистинном сопротивлении. О ненасистинном сопротивлении. О ненасистинном сопротивлении. Они, в один и тот же час. О ненасистинном сопротивлении. Прекратили работать. Прекратили платить налоги. И не успевали платить налоги. Сотни тысяч сели на землю в Дели. Многие тысячи сидели на земле в Дели, capital city of India. Таким образом, все активы в стране были парализованы в Индии. Закончилось это тем, что English forces went back to the boats and sailed away to the British Islands. This is what is called not-violent resistance that inspired much of that time world. Thank you very much. Так, кто у нас еще? Вот, Алексей, пожалуйста. Только короткий, формулированный вопрос и все. Я хотел бы не вас вопрос задать, а уточнить по поводу Венесуэлы. Back to Venezuela. Мы с Леонидом от Molotov Club, видео-общение, с инженерным классом, с сотрудниками специальных Венесуэлы. Мы имеем отношения с Венесуэлой, по поводу активизации от Molotov Club, который является нашим коммунитетом. Россия и Венесуэлы, друзья. И россияне с Венесуэлой, друзья. Да, есть. И хотел бы уточнить, чтобы было понимание. Есть проблема в Венесуэлы. Это тяжелая нефть, труднодобывание. Несмотря на большое количество этой нефти, она получается очень дорогой. И требует сложно переработать. И для того, чтобы она была выгодной, ее надо продавать очень много. При этом идет война внутри Венесуэлы между властью официальной, компаниями нефтяными, которые также у них работают, которые якобы национализированы. На самом деле ведут свою политику. Они организовали сиотиканские бонусы? Они организовали большие бонусы из этой ойлопродукции только себе. Как результат, общество разделилось. Обслуживает интересы богатых. Они больше за нового приемника. Они больше за нового приемника. Они хотят Гуайдо. А социальный такой класс рабочих за Мадурой. И, соответственно, Гуайдо может рассчитывать на те деньги, которые принадлежат нефтяным компаниям. То есть люди зарабатывают на нефтяных компаниях против себя, получается. Это интересное замечание. Вот она дилемма. С одной стороны, у нас есть Мадуро, который поддерживает рабочий класс. Но никто не покупает нефть. И, как вы сказали, нефть у них дорогая для покупки, получается. На другой стороне, у нас есть Гудера, который говорит, что он хочет быть президентом. И много людей, которые хотят сделать ойлопродукции. Общество разделено. Вот эти, как бы сказать, те, которые ответственны за производство нефти, все же таки сделали как под себя вот, сделали это производство, чтобы они получали большие бонусы. А остальное, все общество страдает. Итак, что, мне кажется, нужно Венесуэле? Во-первых, убрать санкции. Потому что, вместе с санкциями, никто не нужен. Что Венесуэль не нужна, они нужны технологии, чтобы улучшить санкции, чтобы улучшить санкции, чтобы улучшить санкции. И могут прийти технологии для улучшения производства нефти из-за санкций. А если они обладают этими технологиями, тогда они будут производить нефть гораздо дешевле. И таким образом нефть становится более выгодной для продаж. Вот, пожалуйста, вот девушка. Но поймите, что санкции не будут убраны, пока Мадуро является президентом. Только если Гуадуро, или кто-то, кто выполняет волю американских хозяев, хозяев из США, только если такой человек придет в власти, тогда они уберут санкции. Такой человек придет в власти, тогда они уберут санкции. Есть выбор. Или же поддерживать Мадуро, который хочет помочь им. Но он не может, потому что денег уже нет. Или поддерживать так называемую оппозицию. И таким образом санкции будут убраны. И США снова возьмут венесуэльскую нефть по свой контроль. И люди станут рабами этих нефтяных компаний. Солдарственные решения на секс-главе из группы. Вот такой выбор оставило США народу и СССР. Но жить они лучше не будут. То есть они останутся рабами, но жить лучше не будут. Давай, давай, давайте. Еще один вопрос можно? Еще один вопрос можно? Еще один вопрос. Еще один вопрос. Далина Савинич из газеты «Народные инициативы». Джек, мы воспринимаем Вас уже не как спортсмена, а как политика умного, очень глубокого, способного анализировать политическую обстановку во всех странах. Поэтому я позволю Вам задать камерсные вопросы. Поэтому я хочу задать камерсные вопросы. Когда Вы перечисляли через запятую страны финансово подчиненные Соединенных Штатов, и они не назвали Россию. Хотя всем известно, что российские финансы и Америку Центробанк зависим от американской федеральной системы. Не федеральная, частная система. Извиняюсь. Вы настолько опытный политик, потому что Вы, на своем личном примере, испытали и политический строй из Соединенных Штатов, а теперь Вы знакомитесь с российским политическим строем. Вы понимаете очень хорошо политическую обстановку в США, и теперь Вы понимаете политическую систему России. Поэтому без долгих объяснений задаю сразу простой вопрос. Не кажется ли Вам, что капитализм – это кольцевая? И мы будем по этому кольцу ходить бесконечно. Из этого кольца невозможен выход. Потому что нет человеческих отношений. И все-таки, есть ли у Вас надежда на изменение этой ситуации? Как она может измениться? Возможно ли влияние гражданского общества на власть реальное влияние? Вы уже можете сравнивать и дайте ответ спасибо. Вы можете сравнивать и дать ответ спасибо. Многие вещи, которые рассматриваются как коррупция здесь, и они могут действительно случаться, рассматриваются как вполне легальное в Соединенных Штатах. Если я был в Соединенных Штатах, я могу получать какие-то пожертвования и потом решить пользу каких-то компаний. Это абсолютно легально. А здесь это коррупция. Вы поменяли, что вы снижаете банк России. Да, и специально, чтобы вы говорили о Соединенных Штатах, потому что это только один день конференции. Мы говорили о соединенных Штатах, но мы могли говорить о Соединенных Штатах. Потому что это влияет на деньги. Это влияет на деньги. Это и сделает на те, кто зарабатывает деньги на людях. И так же, можно сделать какие-то изменения. Но мы должны быть удивлены, что государство или даже корпорации контролируют страны. Мы должны быть удивлены, что компания, которую контролируют страны, если вы контролируете деньги страны, контролируете процентные ставки, контролируете сколько денег получает люди, сколько денег получает правительство. И вы контролируете сколько людей должны платить, возвращать деньги. Вы контролируете страны. So how many countries in the world are now not controlled by a central bank? Cuba, North Korea. And who are we threatening more with? Iran? Who are we threatening more with? North Korea, Iran, and we sanction Cuba. And before Libya, Syria. Before Libya, Syria. Qaddafi, why was he overthrown? You thought because he was going to make an African denar, he was going to make currency based on African riches, based on African gold. That was going to compete with the US dollar. He's killed. Yeah, he was based on the values that there are in Africa. And he was just dropped. Okay. I want to get killed before I get home. Anyway, I want to thank you so much for my introduction. Last point, very short. Once and once. If you were president of the United States, what would you do? If you were president of the United States, what would you do? That's a good question. That's a good question. So, people, you can't make overnight change, because people won't, they don't believe, they won't understand what you're doing. You have to make several important steps. So, I'm going to, my, my, what I would do is what Franklin Roosevelt wanted to be in the United States. What Franklin Roosevelt, the president, wanted to do in the United States. First of all, stop, stop US bombing in different countries. And for the citizens of the United States, universal healthcare, free primary and secondary education. A guarantee of a job, a guarantee of transportation, and a guaranteed place to live. The amount the US military spends in two days would pay for education, primary and secondary education for all the United States citizens for one year. So, there is money for these programs? It's priority. If you have a priority as your people, then you can find the money. If your priority is for profit, for war, then your money is going to go there. Ok, if your priority is for the people, then you can find the people. If your priority is for war, then you can find the money in this country. The money is going to go to other places, right? Друзья, мы еще раз выразим нашу признательность и благодарность дорогому нашему гостю. И как с которым мы хотим в дальнейшем тесное партнерство завязать. Потому что наше, как бы сказать, общение, я не буду рекламировать, ну нету такого у других, ну нету такой сети активистов политических и профсоюзных, и журналистов, как клуб «Красная площадь», он же клуб «Болота». There is no inner world for now. Such a network.